Да, коллеги, всем добрый день. Мы начинаем, и давайте проверим связь. Если нас хорошо слышно и видно, то просьба оставить реакцию в чате. Пожалуйста. Отлично, реакция есть. Если у кого-то будут какие-то проблемы со звуком или с картинкой, то попробуйте перезагрузить страницу, перезайти на вебинар, ну, либо попробуйте использовать другой браузер. Со стороны компании «Аксилот» сегодня выступают два спикера. Меня зовут Дмитрий Назаров, я являюсь менеджером отдела продаж. И мой коллега Семенской Владислав, ведущий консультант отдела транспортной логистики. Коллеги, добрый день. Сегодня мы с вами затронем, ну, наверное, очень актуальную тему и поговорим о цифровизации международной логистики. С точки зрения тайминга и вообще плана всего мероприятия, оно рассчитано ориентировочно на 40 минут. Мы поговорим о специфике международных перевозок и как управление перевозками на международном уровне реализовано в нашей системе «Аксилот» МСХ4. В конце мероприятия мы обязательно оставим время на ваши вопросы и ответы, соответственно. Поэтому вы можете их писать в течение всего мероприятия. В конце мы обязательно к ним вернемся и дадим подробные ответы. Так, ну, я предлагаю начинать. Собственно, международная логистика – это один из сложнейших, если не самый сложный в части организации процесса, вид логистики. И здесь необходимо учитывать не только особенности грузоперевозок, но и требования из каких-либо смежных областей, будь то законодательство разных стран, таможенный кодекс или финансы. Фактически, перевозка грузов выполняется в несколько этапов. И для начала мы должны определить вид груза и его параметры. В случае негабаритных, опасных, тяжеловесных или скоропортящихся товаров необходимо дополнительно решить вопросы сопровождением и сопутствующими разрешениями. Далее необходимо определить способ доставки и подобрать определенный тип транспортных средств, которые необходимо задействовать для транспортировки. Ну, из которых самые распространенные, безусловно, это грузовые автомобили, самолеты, морские суда и поезда, соответственно. И каждый из них имеет, безусловно, свое преимущество, исходя из транспортной инфраструктуры, на отдельных участках повышается или, наоборот, даже понижается эффективность конкретного варианта. По сути, необходимо подобрать тот транспорт, который продемонстрирует максимальную скорость, минимум рисков и, соответственно, затрат. После этого мы составляем маршрут, где прописываем начальный и конечный пункт доставки, точки перегрузки, возможные стоянки, график доряжения груза с учетом всех факторов. После этого подготавливается, безусловно, сопроводительная документация. И, опять же, здесь, исходя из подобранного транспорта, важно избежать штрафа или даже ареста груза, так как у каждого типа транспорта есть свой пакет необходимых документов, и он достаточно объемен. После этого анализируется и прописывается возможная чрезвычайная ситуация, и оформляется страховка. Сама международная логистика, ну, это, как правило, еще и очень длительный процесс. И компаниям необходимо на разных этапах движения осуществлять сбор информации о местонахождении груза, фиксировать отклонения от заданного плана, фиксировать все инциденты, жалобы, и вовремя принимать какие-то управленческие решения. В построении подобной логистики присутствует много факторов, которые влияют на составление оптимального маршрута. Рейс необходимо фактически построить не только с точки зрения оптимального маршрута, но и с точки зрения оптимизации самих затрат. Поэтому очень важен инструмент планирования и прогнозирования. Таким инструментом в первую очередь служит IT-система, которая должна уметь гибко настраиваться под определенную специфику бизнеса. То есть компаниям, осуществляющим международную логистику, очень важно, первое – это уметь перепланировать доставку на любом этапе в случае каких-то форс-мажорных ситуаций, второе – это просчитать несколько вариантов маршрутов с разными показателями оптимальности и эффективности, ну и третье – на основе каких-то накопленных исторических данных качественно повысить скорость таких расчетов, тем самым снизив, безусловно, риски. В итоге компания сможет предлагать своим заказчикам более привлекательные тарифы и не браться за невыгодные. Собственно, в решении подобных задач вам поможет автоматизация транспортной логистики при помощи нашей системы от CELOTO MSX4, которая поможет как раз-таки в отслеживании доставки, в снижении стоимости перевозки за счет оптимально подобранного необходимого транспорта. система, которая, в свою очередь, может гибко адаптироваться под новые требования бизнеса и стремительные изменения в части международной логистики. Безусловно, тут хотели бы мы, ну, наверное, обратить внимание, что наше решение включено в реестр российского программного обеспечения. И давайте, наверное, теперь более подробно поговорим о возможностях нашей системы CELOTO MSX4 в части международных перевозок. Владислав, тебе слово. Да, спасибо. Коллеги, поговорим, да, там, то, что у нас управление мультимодальной логистикой, это комплексный процесс, он включает закупочную деятельность, контроль оптимального подсылка, использование транспорта, анализ, обеспечение оборудованием, планирование календаря затарки и отгрузки продукции с завода с последующим мониторингом движения до порта, блокирование судов, формирование морского коносамента и, наконец, приемки продукции у клиента. Характерной особенностью мультимодальной перевозки является более сложный учет грузопотока. Здесь нужно учитывать грузы, идущие по различным транспортным коридорам, самые разные пункты конечной доставки. Здесь отличное поле, так сказать, для совершения ошибок, которые могут дорого обходиться бизнесу. Любая схема перевозки может исключать в себя большое количество промежуточных пунктов и всевозможные вариации доставки груза на склад к одному клиенту через различные страны и города. Мы понимаем, что заложив какую-либо сумму на доставку, не появятся конкретики, и для этого мы декомпозируем огромные цепи поставок на малые кусочки, чтобы конкретизировать каждое звено, как в части учета времени транзита, так и затрачиваем на него средств для осуществления доставки, чтобы в последующем понимать, на какие участки цепи стоит обратить внимание. Рассмотрим контейнерную доставку для нашего примера. Она наиболее самых выгодных и удобных. Позволяет транспортировать негабаритные грузы по доступной цене. Однако при качестве простоте контейнерная перевозка также требует участия квалифицированных специалистов, которые учтут все нюансы для грамотной, безопасной и недорогой доставки груза. На нашем опыте наибольший интерес представляет собой это морское плечо, так как оно занимает большое количество времени. Здесь все мы знаем, что идеальной картины мира нет и не бывает. И, соответственно, плановые даты прибытия кораблей в порт будут отличаться от фактических. Например, шторм начался, корабль не может попасть в порт. Также влияют и пропускные возможности портов, графики отплытия судов и так далее. В нашем примере пройдемся по процессу, начиная с обработки судна в порту. Подача судов в порт производится в соответствии с месячным графиком и действующей в порту специализации стивидерных компаний и перегрузочных комплексов. Здесь диспетчерский аппарат, соответственно, составляет план расстановки судов по районам и причалам, обеспечивает приятным их равномерную загрузку. При погрузке стивидерная компания должна выполнить ряд соответствующих операций, таких как составить предварительный план погрузки грузов по всем грузовым помещениям судна, составить грузовой план, подготовить судовую партию грузов, сконсолидировать и осмотреть груз, подлежащий погрузке, в районе поставки судна с учетом коносаммитных партий, размеров массы груза, текелажных материалов, разработать технологический проект погрузки, определить необходимое для скорейшей обработки судна количество механизированных линий и бригад портовых рабочих, количество машин, маломеханизации и внутрипортового транспорта и так далее. Также принять меры к выгрузке грузов из прибывшего судна, операции, такие же, да, там, когда мы подготавливаем к выгрузке грузов, когда судно прибывает, они, операции, такие же, но они в обратном порядке. После выгрузки судна груза, оно попадает на терминал портов. Портовый экспедитор получает у судового агента документы на груз, передает их таможенному брокеру. После подачи на оформление груз может быть выставлен на таможенный досмотр, если требуется простой осмотр, ну, например, да, там, ради установления соответствия между грузом и документами на него, то контейнер с грузом помещается на таможенную площадку в пределах территории порта, где осматривается таможенным экспертом. При полном осмотре груз уже выставляется на СВХ, на скрытую площадку, что, естественно, занимает время и требует дополнительных расходов. После завершения оформления экспедитор получает в таможне оформленные документы и оформляет груз либо на вывоз с автомобильным транспортом, либо железнодорожным. Если груз вывозит с автомобильным транспортом, то экспедитор заказывает машину у перевозчика, аккредитованного портом, оформляет на него все необходимые пропуска и отслеживает подачу под погрузку. Если же вывоз выполняется железнодорожным транспортом, то оформляется накладная, сдается документы в товарную контору и экспедитор ждет подачи платформы под загрузку. Коллеги, да, давайте теперь посмотрим, какие же инструменты для управления используются в системе. Рассмотрим на примере рейса, то есть то, что мы декомпозируем на минимальные цепочки, на минимальные отрезочки пути, то есть функционал TMS X4 позволяет перевозить грузы также там точка-точка, доставка по городу, межрегиональная доставка, но, да, там наиболее сложная. Здесь у нас, так сказать, это мультимодальная перевозка, состоящая, да, там, как сказать, огромный маршрут по цепи поставок. Ну, по реквизитике, да, там по рейсу заполняется необходимая информация, составляется маршрут, указываются сотрудники и так далее. Давайте рассмотрим, что касается инструментария, касающегося по разбиению по типам доставки именно. Возьмем в нашем примере, да, я беру то, что изначально это морской вид доставки. В рабочем месте позволяет видеть статус груза, в котором он на текущий момент находится. Если он собран, да, там, сконсолидирован по контейнерам, соответственно, все это отображается в рабочем месте, разбиение по оставшимся грузаместам и по следующим видам доставки. Для терминальной обработки, да, там, сейчас перейдем на следующее плечо, когда мы закончили морскую перевозку, прибыли уже в порт, и дальше нам необходимо из порта автомобильным транспортом переместить груз. Здесь, соответственно, мы можем зафиксировать, как и говорилось ранее, да, то есть инструмент, который позволяет зафиксировать время фактического начала, например, да, там, хранения, допустим, да, там, начинается, там, с 26-го и далее уже по факту продолжается. Так и проработать с контейнерным планом и в последующем его выгрузить в другие информационные системы, ну, чтобы предоставить информацию для составления и понимания, да, там, какие грузовые места, какой груз необходимо в какой контейнер грузить. Для этого, да, то есть есть простой инструмент, который позволяет нам сконсолидировать груз в контейнер, да, там, указать номер пломбы, зафиксировать и, да, там, все время видеть перед глазами, мониторить, в каком состоянии у нас также находится груз, то есть там, в этапе поступления, если у нас груз находится, да, там, в море, и мы его ожидаем в нашем порту, либо он находится там на складе и готов к последующему планированию уже в рейс, в рейс, или же, да, там, в других состояниях находится для последующей обработки. Теперь хотелось бы, да, там, поговорить о документации. Мультимодальные перевозки, они характеризуются более сложным документооборотом, например, для международной перевозки, перевозки внутри страны, потребуется внушительный пакет документов. Например, да, там, книжка МДП, дозвол, предварительный инвойс, коносамент, упаковочный лист, инвойс, страховые свидетельства, ТН-ки, ТТН-ки, экспедиторские расписки, да, там, поручения экспедитору. Соответственно, в системе, да, там, она, в системе можно рассмотреть, вывести, да, там, часть печатных форм, которые есть в системе, их рассмотреть, но также есть и часть документов, которые также необходимо зафиксировать, соответственно, для этого есть в системе инструмент, который позволяет это сделать, добавить, да, там, секунду, вот рейс, добавить их к документу и в последующем открыть, распечатать, передать, да, там, по электронной почте и так далее. Что касается, да, там, учета финансовых условий, здесь это решение о работе с кем или иным перевозчиком принимается по совокупности факторов, например, это стоимость перевозки и транзитные сроки. Рассмотрим инструменты, которые позволяют в системе задавать плановые, да, там, показатели по всей цепочке, то есть, да, там, в системе это простой и удобный инструмент занесения плановых показателей стоимости перевозки, например, да, там указываются тарифы по контейнерам, доступные партнеры, которые работают на том или ином направлении. В системе это все гибко настраивается и в последующем используется, то есть, всевозможные, да, там, услуги, которые могут выполняться и будут выполняться на терминал. Теперь давайте, да, там, перейдем к самому сложному и интересному. Это механизмы, позволяющие нам в момент времени увидеть актуальную информацию и принять управленческие решения. На дашборде мы можем, да, там, увидеть информацию о текущих рейсах. Также получаем данные о текущей обстановке на терминале, на графике, и можем посмотреть прогнозируемую динамику его загрузки для понимания загруженности, так сказать, агентов, привлекаемых на промежуточных звеньях. И, естественно, план факта по расходам на перевозку. При выборе факта на диаграмме система, она выполняет переход в список документов, которые отражают фактически расходы. В жизни нам известна ситуация, да, там, задержка документов, и в таком случае производится фиксация плановыми значениями в документе, и по факту уже выставление счетов корректируется фактическими значениями. Я, наверное, тут еще, Владислав, добавлю, что, ну, фактически все дашборды, они могут гибко настраиваются. То есть это сейчас мы привели такой некий пример, что можно сделать, но, безусловно, там под конкретную специфику бизнеса можно сделать абсолютно любые дашборды, плюс с каждого дашборда можно дальше провалиться в документ, посмотреть какую-то детализацию по рейсам и так далее. Ну, то есть, собственно, как мы с вами могли убедиться, процесс международной логистики достаточно трудоемкий и затратный. Все это в конечном итоге может влиять, там, на стоимость услуг. Поэтому очень важно иметь такой универсальный инструмент, которым как раз-таки и является наша система аксалот MSX4.